Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Продолжаем нашу тему, которая называется «Позабыл и забыл». То есть те растения, те цветы, за которыми уход в принципе и не требуется. Мы как садовники понимаем, что в процессе нашей работы на участке хочется, конечно, получать удовольствие. Но есть масса растений, которые доставляют нам определенные хлопоты. Нам такое иногда нравится, потому что красота иногда просто необыкновенная. И она восполняет все затраты и наши трудности, которые мы осуществляем в процессе ухода. Но хотелось бы сделать акцент, что не следует вступать в такое рабство с растениями и бесконечно за ними ухаживать. Для этого надо обзавестись все-таки такими растениями, которые устойчивы и не требуют особого ухода. Моими критериями были следующие при подборе моего топа, наверное, 10 все-таки растений. Это, во-первых, чтобы у растения был вообще длительный срок жизни от природы, от его генетики. Следующее, чтобы растения не доставляли лишних хлопот, то есть не надо было их обрезать над такой-то почкой, прищипывать тогда-то, укрывать так-то. То оно вымерзнет, то оно не вымерзнет, но к весне оно выпрет под холеру. Следующая позиция, то что они должны быть устойчивы к тем условиям, в которых они растут, и даже к сорнякам, то есть к соседям, которые их могут поддушивать, и к сорнякам, которые их будут периодически одолевать, если мы не успеем пропалывать, чтобы это тоже не было помехой. Следующий принцип, чтобы они представляли из себя растения, которые адаптируются к местным условиям. Многие растения декоративные, они все-таки пришельцы из совершенно других регионов и континентов. Затем, чтобы они были достаточно устойчивы, хотя это такое относительное понятие, мы можем сделать так, что и растения будут поражаться болезнями и вредителями, но в целом, при правильной агротехнике, и даже слегка неправильной, чтобы они не поражались болезнями и вредителями, и для тех, даже предусмотрела цветоводов, у которых участок находится где-то на хуторе, в лесу, у реки, и когда дикие животные могут приходить и там что-то грызть, и, например, те же зайцы, или косули, или лоси, то, чтобы эти растения не предоставляли для них интереса, хотя голодный заяц может, как волк, все сожрать. Ну и самый главный мой сегодня принцип был, чтобы, кто бы сегодня не слушал меня, в какой бы точке не находился, чтобы он мог воспользоваться моими рекомендациями, моим топом растений. Говоря языком USDI, то это от второй до девятой зоны, и чтобы все это, в конце концов, радовало нас, не доставляло хлопот. Начну от высоких растений. Это арункус, или волжанка. Русским языком. Растение очень красивое, доминирующее. Оно не представляет из себя агрессивности, не расползается. Кстати, это тоже один из основополагающих факторов, чтобы эти растения, которые я предлагаю, масса неприхотливых растений, но которые могут заполонить ваш огород. Помните, мы про агрессивные рассуждали. Поэтому эти растения не будут размножаться и захватывать ваш огород ни семенами, ни корневищами. Так вот, арункус, с одной стороны, издалека посмотреть, это как громадная остильба. Метелки, похожие на соцветия остильбы. Приятного такого кремового цвета. Декоративные они всегда и в полном распуске, и даже когда они оцветают, приобретают такой ржевато-бронзовый цвет. И красиво, если не обрезать, стоят запорошенными. И это не влияет на здоровье самого куста, если мы его не обрежем. Листья тоже крупные, и даже могут кому-то напомнить, ароматные листья папоротника. Очень долговечное растение на одном месте. Может расти до 50 лет, а может быть даже и больше. Так что достанется и вам, и вашим внукам. Это красота. Следующее растение, я думаю, что может быть оно не совсем такое вот приятное или редкое. Хотя, может от него и не отказываются, просто не знают про него. Достаточно тоже высокорослое. Это будет доминант в вашем саду. И можно посадить его где-нибудь, где уже ей ничто не хочет расти. Но, конечно, лучше не в тени. А посадить его на солнечном месте, потому что куст образуется высокий. Полтора метра, метр двадцать. Такая высота этого растения. И он называется гелиопсис, или солнцецвет. И соцветия у него желтые, у сортов они даже махровые могут быть. Растение очень устойчивое. И на моем веку я не видела, чтобы оно поражалось кем-либо. Может, я когда-нибудь и говорила про следующее растение. Лилейник. Но все равно повторюсь еще раз. Потому что очень много разновидностей лилейника. И лилейник гибридный. Если брать его не новенькие сорта, которые такие вот все из себя там кучерявые. А если брать стародавние сорта, то они очень устойчивые и декоративные в любую пору. И листва его всегда приятная, сочная, насыщенная, зеленого цвета. И даже когда он отцветает, то все равно листва остаются замечательные. Цветок, как вы помните, живет один день. Но так как их много, то мы любуемся в течение месяца вот этими замечательными растениями. Подобрав сорта, можно сделать прямо такой непрерывный цветничек, в котором они будут свести. Начиная с конца июня и кончая серединой августа. Какие-то отблески и там еще и дальше будут наблюдаться. Следующее растение. Хочу привнести немножко ажура в ваши сады. И обратить внимание на папоротники. Многие в курсе, что ряд папоротников ведет себя достаточно агрессивно. Несмотря на их красоту. Но вот следующие папоротники я их объединю в парочку. Потому что один из них называется кочедыжник женский. И высота у него достигает 60 метров. Замечательная зелень. Растение имеет небольшие корневища. Нарастает первые годы очень медленно. И затем также компактно остается сидеть на вашем участке. Ну, раз это кочедыжник женский, значит ему нужна пара, конечно, мужчина. И мы возьмем щитовник мужской. Или по-простому говорят папоротник мужской. Этот папоротник встречается очень широко. Часто встречается в лесах умеренного пояса. И я думаю, кто-нибудь когда-нибудь в лесу обращал внимание с удивлением. Я когда первый раз увидела, удивилась. Я думаю, может это с мусором что-то где-то кто-то вынес из своего сада. Высота его тоже примерно такая. 60 метров, метр двадцать может достигать. И корневище у него немножко возвышается над землей. Охвачено такими чешуйками лохматенькими. Компактное. Уже немножко покрупнее корневище. Но при этом образует очень правильную симметричную воронку. И сами листья у папоротника называются ваи. Красиво окрашиваются к середине сезона с обратной стороны. С пороносящими такими точечками. Конечно, в полутене ему будет гораздо приятнее, чем на палящем солнце. И совершенно не агрессивный папоротник, который будет на одном месте у вас расти длительное время. Возможно, с порами. Конечно же, он должен размножаться. Но я у себя пока еще не наблюдаю. Хотя растет он у меня уже лет, наверное, 7. Что-то, наверное, ему там не совсем подходит. Ну и это хорошо, это меня радует. Следующее растение. Одно из моих любимых. Это наперстянка. Существует много разновидностей. И да, возможно, я говорила о том, что наперстянка потом насевается. Но не такая уж это уж страшная беда и агрессия. Зато какие красивейшие соцветия. Вот эти вот колокольчики. Прямо такой вот английский сад. И совершенно неприхотливо. Не требует никакого дополнительного ухода. Аквилегия тоже из этой же истории. Она может насеваться. Но при этом столько гибридов получается. Они зачастую не повторяют родительский сорт. И это такая может получиться собственная селекция. Что тоже очень интересно. То, что понравится, оставьте. А остальное уберите. И поделитесь с друзьями и соседями. Много. Не жалко. Растение, которое когда-то широко вдруг распространилось. Потом его чего-то забыли. Даже озеленители забыли. Но мне кажется, сейчас про него вспомнили. Это бадан толстолистный. Это растение дальневосточное. Совершенно неприхотливое. Морозоустойчивое. Нарастает средне. Можно сказать медленно. Смотря какой это будет сорт. Потому что есть сорта с крупными листьями. Есть сорта с компактными листьями. И с компактными низкорослыми формами самого кустика. Образует такие утолщенные стебли. Которые в местах соприкосновения земли укореняются. Что еще замечательно. Если вы почитаете про его лечебные свойства. То в восточной медицине. Это разрешенное к использованию официальное средство. Против массы и массы различных заболеваний. Мощнейший антиоксидант. Это здорово. И еще один плюс этого растения. Кроме того, что совершенно неприхотливое. То под его кожистыми листьями сорняков практически не бывает. Если там кто-то поселится. То вы легко его оттуда извлечете. Растет на одном месте тоже длительное время. Без хлопот. Осталось еще местечко для подбивки. Перейдем к более низкорослым растениям. Это очуток видный. Можно сказать, что это звезда. Одна из звезд осеннего сада. Потому что распуск его щитковидных плоских соцветий наступает где-то в сентябре месяце. И затем по мере отцветания эти розоватые или белорозовые соцветия. Они превращаются в бронзово-бурые соцветия. Которые также выглядят в осенний период очень замечательно. Особенно на фоне этой крепкой, толстенькой, немножко сизоокрашенной листвы. Нарастает такой вот куртинка. Растет, растет, растет. И смотрится прямо как вазон будто бы. Можно, кстати, посадить его и в какое-либо кашпо наземное. Не поражается. Ветра его не ломают. Дожди его тоже не портят. И в солнечные осенние дни приятно полюбоваться. Потому что многочисленные раскрытые цветки привлекают к себе различных насекомых. Последних бабочек, пчелок и всяких других ребят. Смотрится очень приятно и романтично. Из этой же серии таких вот суккулентов. Которые встречаются тоже и в природной флоре, по крайней мере, Беларуси. Это молодила Семпервивум. Молодила, прямо как каменные розочки. Бывают тоже различные окраски. Собственно, вид он мясистый. Корешочки у нее небольшие. Образует много таких вот деточек, розеточек. Можно посадить в кашпо. Можно посадить в ракарии. Можно посадить в мини-ракарии. Он настолько неприхотлив, что вы можете даже в какой-то пошке задекорировать. Канализационный люк поставить. А можете насыпать туда любого грунта. И если это место солнечное, то он будет сидеть компактно и потихоньку расползаться, расползаться. Мне как-то достался сорт молодила. И так как это было уже время такое неподходящее для посадки на дачу, то я посадила на балконе в плошку. Прошло уже пять лет. Деток я с ней завезла на дачу. А вот в такой вот плошечке диаметром сантиметров двадцать, высотой сантиметров шесть, оно замечательно растет, пускай и деток. Ну и там у него какая-то своя жизнь. Выглядит прямо как какой-то пирожок. Морозоустойчивая. И совершенно неприхотливая. И, конечно, на солнечном месте, так как это суккулин будет ему расти комфортнее. А посадить вы его можете, ну, хоть в старый сапог. И там он тоже будет расти. И под конец я вам хочу обратить внимание на такое растение, которое называется молочай многоцветковый, который также встречается в природной флоре. И можно его посадить, потому что цветение его наступает очень ранней весной. И сами цветки, они ярко-желтые, прямо такие вот серно-желтые. Они окружены многочисленными прицветниками. К осени они меняют немножко цвет. И выглядит это тоже замечательно. Размножается потихоньку. Никто его не ест. И выглядит замечательно. Ну вот, вроде бы наша десятка с учетом парочки семейной завершилась. Надеюсь, что здесь вы найдете что-нибудь интересное. Ну и не забывайте, что из вышеперечисленного вы можете подсмотреть в интернет-магазине про цветок. Потому что очень много растений ожидает вас в сезоне 24-го года. Спасибо, кто меня слушал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok